С таблицами на телеграм-канале Белялова Сергея, вот мой телеграм-канал BS837613471, обязательно подпишитесь его. Значит, смотрите, вот, например, я скачиваю пособие для женщин, открываю через Excel. Эликсир можно настроить в Google Pay или Apple Pay, там, не Apple Pay, в смарт-маркете, ну, в общем, в магазине, да, в приложении. Значит, здесь, смотрите, внизу можно построить государственное пособие, которое выплачивается даже женщинам, которые никогда не работали. И в сравнении с опытом из Государственного фонда социального страхования. То есть, видите, здесь в мобильном телефоне легко это масштабировать. Дальше, расчет дохода. Обратите внимание, что здесь вот на первой странице заданы параметры 2020 года. Можно в 2021 году просто поменять это все. Значит, расчет дохода. Нужно будет занести социальное отчисление, размер социальных отчислений по выписке, который вы скачаете с электронного правительства. Значит, заходите и начинаете вносить данные. Ну, например, там было 67 747, там, 6774. Окей, вносите и сразу считается сумма дохода для расчета социальных отчислений и сумма зарплаты с пенсионным отчислений. Сравните, будет интересно. Скорее всего, у вас это будут данные отличаться. То есть, наверное, работодатель вашу зарплату делит на премиальную, но постоянно. На премиальную социальное отчисление не начисляется. Дальше там следующий месяц какой-нибудь, например, 7000, условно говоря, там, например, 8000. Ну, я примерно сейчас посмотрю, покажу вам. И вот автоматически складываются данные того за 24 месяца и за 12 месяцев для женщин. Вот видите, здесь сразу берется период. Например, с декабря 2020 года, с декабря 2020 года, 24 месяца по январь. А 12 последних месяцев это по рождению. Например, здесь мы внесем данные там 8000, 9000, не знаю, там, 10000. Обратите внимание, есть еще предельный размер социальных отчислений. Вот здесь у меня есть. Минимум вам могут отчислять 1487,50 и на максимум только 10412. Потому что это не больше, чем 7 минимальных заработных плат берет социальное отчисление. Соответственно, смотрите, для женщин что тут происходит. Считается отдельно за все 24 месяцев, это для пособия одного, и за последние 12 месяцев. И высчитывается доход. Здесь сразу пособия. Размер пособия по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года. Здесь рассчитано, ежемесячно будете получать по 23 тысячи. Или размер выплат на случай по беременности и родам. Выплата будет одноразовая, 270 тысяч. При этом вот здесь нужно внести данные по больничному листву. Что там вам врач напишет. Например, 111 дней. Видите, она сразу меняется. Если 126, то получается 270. Видите, это зависит. Почему 126? Потому что 70 дней до рода, после рода 56. Тот, кто усыновляет ребенка, дает 56 дней. Значит, носите, например, 56 дней и, соответственно, выплата 120 тысяч тенгер. То есть, это все считается автоматически. На телефоне можно этими таблицами тоже пользоваться. Поэтому рекомендую вам. Скачивайте с моего телеграм-канала. Белялова Сергея. Подписывайтесь. У меня сейчас пока здесь сколько? 44 подписки. А вот у меня в ютубе, где вот он, творческая студия, ютуб. У меня здесь, так, подвисает у меня интернет. Угу, да, подвисает интернет. Ну, там 12 тысяч с чем-то у меня. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. Сюда я выкладываю данные. Обратите внимание, здесь у меня выложена информация. Информация для компенсации по пенсионным накоплениям с Нацбанка. Здесь есть отдельный файл. Есть отдельный файл. Правильное отчисление пенсионных выплат. Есть консультация с 1 апреля 2020 года, где вы можете посчитать стаж и рассчитать с вами пенсию. Есть мое обращение к обоим президентам Республики Казахстан. И есть много-много материалов и ссылок на ютуб-канал. Это видео тоже будет выложено на ютуб-канале. Так что пользуйтесь таблицами. Я делаю для того, чтобы граждане были, условно говоря, подкованы в защите своих социальных прав. Чтобы рождение ребенка, во всяком случае, было радостным событием. Чтобы даже потеря работы не так печалила людей. Потому что всем людям и мы должны пользоваться благами, которые предоставляет нам государство. Доброго дня!